собственно коллеги хотел бы поделиться опытом компании биокат где я работаю по проекту внедрение multi-factor authentication как мы до этого дошли какие проблемы возникли на пути в какие цели стояли что мы в результате получили буквально пару слов о компании компании биокат это биотехнологическая компания полного цикла мы занимаемся разработкой лекарственных препаратов и этот процесс заканчивается производством и непосредственно продажей также на текущий момент из актуального мы являемся контрактным производителем вакцины спутник в в первую очередь что нас интересовало так получилось что много лет компания биокат разрабатывал свои собственные системы привлекая внешних разработчиков но при этом обладая правами собственности на разработанное решение по нашим требованиям за это время нас образовалось около 40 различных бизнес-сервисов и встал достаточно закономерный вопрос а что же у нас с аутентификации по факту даже там где у нас была интеграция льдап а была она там ну скажем в 90 процентов случаев были еще системы со своими системами со своими сервисами аутентификации и авторизации пользователей то мы это все равно непосредственно несмотря на то что они также интегрированы там были за льда по большей степени пользователям было необходимо вводить свои логины пароли что в принципе ну во-первых не слишком удобно для пользователей и не слишком безопасно с точки зрения фишинговых атак например то есть наши учетные данные которые не имели на тот момент второго фактора могли легко быть компрометированы это с точки зрения внедрения single sign on это был первый шаг что чего мы хотели добиться рассматривали различные варианты там вот начиная реализации какой-то своей системы identity провайдера заканчивая покупкой каких-то дорогих решений от представленных на рынке вендоров но так случилось что еще 2014 году мы начали заходить в вейжер точнее не совсем вейжер а в облако офис 360 от 365 от microsoft и в принципе эйжер нам был доступен также с минимальной подпиской на эйжер актив директори и в общем то встал логичный вопрос почему бы не использовать эту возможность для реализации в первую очередь single sign on что и было нами сделано на втором этапе появилась совершенно технологичная вещь как организация второго фактора который вы также был успешно решен с помощью microsoft и и то что мы уже успешно внедрили это еще третий этап это бесшовный single sign on когда фактически вот пароля требуется один раз когда человек сотрудник осуществляет вход в windows все остальные системы используют уже существующую сессию за счет получения в приходе компьютер токена от эйжер этот токен используется дальнейшем для всех систем и не требует ввода логина или пароля пользователя есть небольшая оговорка связанная с старевшими end of life системы windows да то есть это актуально для windows 10 например для windows 7 требуется все-таки указание логина но не пароль это если говорить про дешевую систему также частично мы подошли к тому что начали применять не везде правда концепцию passwordless когда пользователь в принципе может и не знать своего пароля используется то есть биометрические системы аутентификации но здесь мы сталкиваемся с ограничениями со стороны бизнес-сервисов непосредственно систем которые мы пытаемся интегрировать и также возможностями конечных устройств как вы знаете там многие топ модели ноутбуков уже обладают возможности аутентификации по отпечатку пальца также если мы говорим про windows hello for business а здесь он используется очень активно то также доступна аутентификация по лицу но не на всех устройствах это возможно реализовать и есть еще один кейс он такой скажем так некий подступ passwordless когда вы в своем приложении мобильным которым собственно вы следите второй фактор подтверждаете определенный код который выведен у вас на экране десктопа или ноутбука то есть вам предоставляется этом приложении выбор нескольких вариантов чисел и вы его подтверждаете ровно то число которое вы видите на десктопе то есть в данном случае все таки требуется вот пароля при входе в систему но при этом в дальнейшем ни в каких системах вам пароль опять же не требуется собственно с чем мы столкнулись в первую очередь да зачем это было нужно парочка таких известных проблем которые были на подступе к реализации этой интеграции этого проекта это в первую очередь как я сказал мы привлекаем для разработки сторонней компании и в этом есть определенный риск что могут быть некоторые определенные бэкдоры но здесь мы должны бороться другими методами но также может быть компрометация со стороны непосредственно разработчиков несмотря на то что мы имеем все необходимые соглашения с ними но как мы понимаем нас нужно в любом случае будет что-то доказывать если это произойдет и в любом случае какие-то потери компания понесет собственно опять же история про то что таких сервисов у нас несколько десятков и компания разработчик не 1 а как правило это одна две одна компания на 2-3 сервиса ну и также в принципе если происходит взлом одной из одной из таких таких систем кастомизированных в этом случае этот взлом фактически приводит если у нас система интегрированная следа приводит компрометации всех учетных записей и собственно всех остальных систем с чем столкнулись вот по ходу внедрения значит используется microsoft там современные методы аутентификации называется называется называет microsoft это модом аутентификация не все приложения которые например мы использовали в своем ландшафте готовы к работе с современными методами из примеров могу даже такие большие компании назвать как citrix атласен то есть здесь нужно сказать что и citrix и атласен в конечном счете да действительно можно реализовать интеграцию но вам это будет стоить дополнительных денег это покупка дополнительных программных продуктов от этих вендоров с атласеном немножко история изменилась буквально недавно но за счет того что microsoft сам разработал необходимый плагин вот в случае например с teamviewer тоже вам требуется приобретать дополнительный продукт teamviewer tensor со своим ценообразованием и как бы вот из коробки к сожалению не все можно подключить к из же но это больше про коробочные решения enterprise класс чуть чуть дальше расскажу именно как мы интегрировали собственной системы еще столкнулись с квалификации разработчиков их осведомленности у них также возникали вопросы а зачем это нужно мы все любим старый добрый даб все умеем с ним интегрироваться соответственно мы потратили достаточно много времени на то чтобы вплоть до того чтобы даже обучить некоторых разработчиков опять же это не наш бизнес не нашей компании но тем не менее для успешной реализации это потребовалось соответственно это сроки и ну какие-то дополнительные финансовые вложения собственно переходим к схеме как это у нас сейчас реализовано как это работает если мы говорим про кастомизированные приложения здесь они выделены как ну возможно legacy application да то интеграция происходит по протоколу open id connect с выбранным нами identity провайдером который находится у нас на земле в данном случае мы используем кейклок неплохое бесплатное решение с возможностью подключать вышестоящие провайдеры аутентификации не только эйджер можно и сторонних иногда это бывает полезно если мы там разрабатываем какой-нибудь портал который смотрит наружу предназначен не только для внутренних сотрудников но и например там для студентов-стажеров то есть возможность подключить там например аутентификации от google собственно такой момент что все это работает если у вас гибридное облако между on-prem ad и эйджерады для того чтобы это работало вам потребуется подписка эйджераде премиум иначе ну к сожалению ограничение microsoft а в части мультифакторы именно не позволит использовать это решение собственно наше он прям приложение общается с кейклок кейклок выступает провайдером для уже работы с облаком непосредственно с эйджером что мы здесь получаем кроме соответственно наших кастомизированных решений мы подключаем также любые коммерческие решения которые у нас установлен он прямо также практически любые облачные но во всех случаях с теми с которыми мы сталкивались чаще всего позволяли по саму подключаться к эйджеру в эйджере при этом регистрируется application то есть в принципе эйджер знает конкретное приложение с которым она работает если мы говорим про кейклок она знает только про кейклок но не знает что за кейклоком стоит в этом есть некоторые нюансы с точки зрения дальнейшей аналитики если мы здесь посмотрим то все логи от работы кейклок от работы вот этой интеграции все журналы входов аутентификации пользователей все сохраняются в системе log analytics это достаточно большой такой блок эйджера который может быть использована практически в любых сервисах но наверное из наиболее актуального он может предоставлять данные для security центра то есть дальнейшая аналитика с информационной безопасностью аудит входов в системы аудит неуспешных входов и там многое другое включая даже там машин лернинг для у айджера есть такая замечательная штука как security benchmark score и вот собственно вот эти вот показатели эти очки вашей компании в том насколько она хорошо защищена и рекомендации они выдаются на основе машин лернинга тех данных которые поступают security центр что хотелось бы здесь заметить что вот вся эта схема она действительно работает только когда у вас на облака и данные компьютеры домена они также зарегистрированы в качестве гибридных то есть они присутствуют как вы же а д так и в локальный а д он прям плюс соответственно что дает кроме security центра нам дает profit conditional access да это некий условный доступ когда мы рисуем определенные правила и можем на каких-то определенных случаях ограничивать к примеру откуда пользователь может заходить в те или иные системы не очень подробнее там покажу есть пару скриншотов здесь ну что важно да у пользователей у всех установлено приложение microsoft аутентификатор есть конечно же способы второго подтверждения второго фактора это sms либо звонок мы у себя для своих сотрудников позиционируем как приоритетный вариант это все-таки непосредственно приложение как наиболее удобное и скажем меньше зависит там от оператор связи как это выглядит для пользователей для пользователя в первую очередь когда он заходит в какой-либо сервис если мы говорим про веб-аппликающин то происходит редирект на и жир да и аутентификация происходит на страничке и жира здесь приведен как раз пример про который я говорил в самом начале это такой вариант без использования ввода пароля когда мы подтверждаем выбором правильного числа в приложении того числа который нам показано на десктопе проблем здесь никаких не возникает пользователи очень быстро сориентировались и работа работает эта тема чуть-чуть подробнее вот про conditional access например да мы можем здесь во первых ограничивать доступ корпоративным ресурсам на примере можно посмотреть нас есть правило что мы ограничили доступ корпоративных систем только со своих локаций да безусловно вам для этого нужны какие-то статические внешние ip адреса для того чтобы описать эти локации выжары но тем не менее большинство больмень крупных компаний такие адреса имеют соответственно здесь мы имеем большую много возможностей для работы с intune по моему сейчас называется endpoint manager то есть какая концепция если мы говорим про использование личных устройств мы можем сделать ограничение для того чтобы личные устройства могли быть использованы только в том случае если они отвечают некоторым нашим правилам соответственно за соответственно в прощении за соответствие определенным этим политикам отвечает непосредственно тюм но здесь мы можем задавать правило помечено ли устройство как compliant если же нет то мы в принципе с личным устройством можем не допустить сотрудников ту или иную систему в зависимости от того как они классифицированы нашей службы информационной безопасности либо на примере каких-то проектов которые имеют высокую интеллектуальную стоимость ограничить возможность работы с этим документом исключительно в офисе исключительно к однокорпоративных устройствах дополнительные бенефиты с точки зрения мониторинга информационной безопасности дает решение клауда security в принципе эта часть и же security на данный момент мы видим такие активности как например невозможное путешествие сотрудника то есть когда мы видим вход с одной локации до за ноги оппозиции и затем через какой-то небольшой промежуток времени через другую геопозицию до который теоретически недостижима там современными способами перемещений также оповещение срабатывает при использовании различных сервисов анонимайзеров дальше у меня пример да здесь это настраивается опять же да к примеру здесь приведен случай когда страна расположения достаточно необычные для нашего пользователя оказалось в данном случае непал и сотрудник никогда не выходил на связь из этой страны соответственно сработало предупреждение при этом вы можете настраивать в conditional access и в том числе в cloud security определенные действия то есть например мы можем дополнительно попросить пользователя вторым фактором подтвердить свою легитимность если мы выявили какую-то странную активность сервисе cloud security автоматически либо вообще например заблокировать учетную запись ну здесь приведен такой overview это в принципе часть того что было на предыдущем экране ну просто информационная панель в каждую можно соответственно провалиться посмотреть кто попадает там high risk users кто там со средним риском опять же критерии того каким попадает пользователь в ту или иную категорию они настраиваются здесь используется настройка по умолчанию который в принципе есть в cloud security вернусь чуть-чуть назад к нашей схеме взаимодействия здесь наверное стоит пояснить что у нас было большое количество сервисов как я сказал в начале кастомизированных разработанных именно под нас и возникала проблема как же собственно интегрировать частично мы решили это тем что написали один унифицированный frontend и часть сервисов переключили именно на этот frontend таким образом там доработка каждого отдельного сервиса она была там соединена к минимуму но в целом это да это большая работа что нужно по каждому сервису пройтись отдельно плюс отдельно с каждым подрядчиком объяснить зачем это почему и как как это работает хотя казалось бы open ID connect используется уже достаточно давно и все бы всем бы хорошо уметь с ним работать но на практике оказалось только единичные компании там всех с кем мы ранее работали готовы были без каких-то дополнительных обучений взяться за эту работу и вообще понимали о чем идет речь так пожалуй у меня на этом все буду рад дополнительным вопросам можете найти здесь мои контакты если интересно там есть пара статей которые ведут ресурс microsoft описывают непосредственно бешевную интеграцию бешу бешевный single sign on простите про концепцию passwordless если интересно то наверное я через ольгу могу вам всегда в чат их отправить павел спасибо за выступление уважаемые слушатели прошу писать ваши вопросы в чат есть один вопрос зачитывая возвращаясь к решению cloud app security срабатывание оповещение если сотрудник подключается за короткое время из разных и сильно удаленных локаций это предустановленная возможность или вы добавили эту опцию руками это предустановленная мы на текущий момент не подходили к тонкому тюнингу не cloud app security не в целом решение эйджер security это тот шаг который мы еще будем делать но вот то что вы видели да это все предустановленные правила здесь мы кастомизировали только в части наверное conditional access но это другой сервис вот именно cloud app security работает исключительно по преднастроенным правилам мы лишь добавили туда оповещаемых лиц кому приходит оповещение о тех или иных срабатываниях соответственно сейчас это только алерты но есть возможность подключать дополнительные собственно срабатывание по триггеру по определенному событию определенные действия как говорил там блокировка пользователей принудительная смена пароля пользователей при следующем входе либо запросить дополнительно второй фактор вне зависимости от того что там срок действия предыдущего например еще не истек как-то так был интересный случай мы в прошлом году проводили аудит информационной безопасности в рамках этого аудита у нас была заказана услуг нами была заказана услуга у внешней компании тестирование на проникновение техническими средствами и был такой момент забавный когда сотрудники отвечающие за инфраструктуру пошли в информационной безопасности с вопросами ребят а мы как бы все видим предусматривает ли аудит что мы должны активно мешать компании пентестеру в реализации их задачи или же нет вот собственно это уже немножко снизила скажем так стоимость тех результатов которые мы получили потому что мы как минимум это заметили но и в дальнейшем это можно доработать что будут превентивные реакции автоматически предприняты павел спасибо вам за выступление спасибо вам спасибо коллеги за внимание